Космического времени суток, с вами Виджевери. Итак, вроде бы моё здоровье сейчас слегка наладилось, ну, по крайней мере, записывать видео я так и могу. Хотя кашляю сейчас порой так, будто бы у меня туберкулез. Но тут во всем виноват бромгексин, это нормально. Впрочем, всё это легко вырезается из аудиодорожки, поэтому вам не придётся слушать подобные звуки. Так что я хотела сказать. Сейчас лето в разгаре, и у нас в городе жара 28 градусов. Почти 30. А это значит, что везде душно и в целом фигово. Потому что подобная погода на Урале высасывает все силы, а дома у нас есть только пара вентиляторов, которые не особо-то и помогают, только шумят. Мозг плавится, соображается с трудом и делает что-либо лень. Но если я ещё как-то выношу эту жару, то вот мой компьютер не особо. Сначала мне пришлось снять крышку с корпуса, потому что перегревается внутри всё, особенно жёсткие диски. Плюс ещё дело усугубилось тем, что моя старая древняя видеокарта отказалась вывозить эту жару. Я, конечно, знаю, что она старая и в целом не рассчитана на те нагрузки, что я ей пихаю постоянно. Но всё же немного обидно, что она вот так вот вышла из строя. Ну как, не буквально, конечно. Она работает, даже можно сказать, нормально работает. Но стоит температуре графического процессора подняться до 50 градусов, как начинается отвал видеодрайвера. В таких условиях работать нереально. Причём нагреваться она может даже без особой нагрузки, в такую-то жару. Поэтому пришлось экстренно что-то придумывать. Для начала, за неимением никаких иных возможных путей, пришлось ограничиться кустарными методами. То есть я взяла напольный вентилятор и положила напротив видеокарты. И хотя это, конечно, помогает и охлаждает, как ожидалось, но сами понимаете, это далеко не выход из ситуации. К слову, у меня имеются на корпусе кулеры, да, я специально их докупала и, в принципе, всё прекрасно работало. Но сейчас такую жару это мало спасает. К тому же, корпус компьютера маленький у меня и там всё еле-еле умещается. Воздуху банально негде разгуляться. Ну и как итог, мне пришлось как можно быстрее искать реальный выход из этой ситуации. Для этого я заглянула на сайт ДНСа и увидела там снижение цены на ту самую видеокарточку. Ну и как бы, 15 тысяч это не 28, так что пришлось мне наскрести последние свои денежные запасы и купить эту видеокарту на замену моей старой. Конечно, давно надо было это сделать, но учитывая моё финансовое состояние, такой возможности попросту не было. Ну и вот, купила я наконец новую видеокарту 1050Ti. И всё, у неё хорошо, работает без проблем, не шумит как реактивный двигатель на высоких оборотах, не перегревается, да и игры тянет вполне. Конечно, не новые, но когда я вообще играла в новые игры, я такого не помню. Так вот, фпс в играх поднялся ощутимо. Конечно же не во всех. Понятное дело, если брать тот же City Skylines, то там разницы нет вообще. Потому что игре важна оперативка и процессор, они у меня остались старые. Или если, например, брать какой-нибудь Ori and the Will of the Wisps, господинное название, конечно, то там тоже никаких особо изменений нет. Игра как тормозила, так и тормозит. Хотя и поменьше, но всё равно. Впрочем, это неудивительно. Я не ожидала каких-то великих изменений. В конце концов, карта не новая, у неё средние показатели, некоторые вообще её почему-то ругают, не знаю почему. Видимо, у них очень много денег, и они каждый месяц могут позволить себе топовую видеокарточку. Но меня это мало волнует, меня волнует то, что у меня есть сейчас. И вот, что меня реально порадовало, так это GTA V, в которую можно теперь играть практически на ультрах, без сильной нагрузки на видеокарту, и при этом ничего не вылетает, вроде как даже, как это было раньше. А также внезапно Detroit, become human, который я и не надеялась запустить на моём компьютере. Если что, моя предыдущая попытка его включить выглядела как-то так. Здравствуйте, моё имя Петя. Моя модель PK-800. Потом, правда, удалось немного наладить текстурки, но FPS был 5 или 10 от силы, поэтому поиграть реально в эту игру не представлялось возможным. Это было очень грустно, потому что мне нравилось смотреть прохождение этой игры. В принципе, я давно в неё хотела поиграть. И хотя я не уверена, что я буду её когда-либо проходить на запись, но, по крайней мере, я смогу наконец-то в неё поиграть. Это прекрасно. Если же говорить про Genshin, в который я сейчас активно играю, то там вообще просто песня. Всё распрекрасно, ведь игра больше не замирает на ровном месте на веки вечные. Можно спокойно выставлять 60 фпс и настройки выше низких. Графика в итоге меняется, конечно, не очень сильно, не так, чтобы прям ахнуть, но есть отражения, наконец-таки, и разные прикольные эффекты, которые мне прям нравятся. Правда, размытие и свечение меня раздражают, поэтому я их всё-таки не включаю. Хотя и могу. Да, это, конечно, не ультра, но хотя бы тени не дрожат в ужасе, как это было раньше. И хотя проседания фпс бывают, если верить бенчмаркам, но небольшие. И это как раз таки происходит не из-за карты уже. Тут виновником выступает больше жесткий диск, с чего я вообще решила, что это именно он. Но тут как бы есть небольшой нюанс. Первая причина – это температура. В жару в мелком корпусе всё нагревается, как я уже говорила. И даже несмотря на то, что сейчас у меня нет проблемы конкретно с видеокартой, высокая температура не исчезла просто так. Поэтому если закрыть крышку, жесткий диск всё равно начинает нагреваться изо всех сил. И когда он нагревается больше 48 градусов, то всё начинает немножечко подтормаживать. Я его в этом не виню, если честно. Когда у меня поднимается температура, я тоже не могу нормально функционировать. А вторая причина – это, наверное, ну даже не знаю, моё извечное невезение. Порой я чувствую себя примерно как Беннет. И хотя на меня не валятся кирпичи на ровном месте, но в моей жизни ничего так просто не бывает. И всегда нужно быть готовой к новым проблемам или вообще чем-то жертвовать. В данном случае пришлось пожертвовать жестким диском и оптическим приводом, потому что видеокарточка хоть и влезла в мой системный блок, но ей очень сильно помешали разъёмы SATA на материнской плате. Если что, у меня старая материнка от ASUS, выглядит она вот так. И я так понимаю, она в принципе не предназначена для того, чтобы в неё кто-то засовывал нормальные видеокарты. Имеется в виду с нормальным охлаждением. К счастью, карточка перекрыла не все четыре порта, только два. Но даже их достаточно, чтобы карта не входила до конца на критические два миллиметра. Поэтому был очевидный выбор или карту возвращать, что конечно же не вариант, или освобождать порты. С одной стороны, жертва невеликая, так как оптические диски нынче не особо-то популярны. И хотя у меня дома целая коллекция всяких записей на дисках, но без них можно спокойно прожить. А если даже нет, то существует такая простая штука, как внешний привод. А вот без жесткого диска, увы, стало не очень уютно. Ведь основная файловая помойка у меня была именно там. И видео я записывала тоже туда. Но что-нибудь я с этим придумаю, наверное. Тем более, что не так давно, можно сказать, у меня как раз с этим диском была проблема, потому что каким-то образом начал выходить из строя SATA кабель. Я его поменяла и все работало прекрасно, но до этих самых пор. Самое главное, что диск еще живой. На него в принципе можно как-то что-то записывать. Правда я понятия не имею, как его подцеплять к компьютеру. Потому что если обычные маленькие 2,5 диски можно подключить просто по USB, то для этой большой бандуры нужно внешнее питание. А как его организовать, я знать не знаю. Но в любом случае на оставшемся диске осталось еще где-то сотни свободных гигабайт. И главное, что видеодрайвер теперь не отваливается на ровном месте и можно спокойно работать, играть, ну в общем делать все что угодно. И таким образом я могу быть хотя бы на пару процентов быть уверена в завтрашнем дне. А это нынче редкость. Хотя проблема со звуком у меня осталась и никуда не ушла. И все звучит так, как будто записано в 64 килобитах с обрезанным басом и верхом. Даже флаг. Это жутко, но в целом жить можно. Да и мне сейчас крайне лень со всем этим разбираться. Потому что у меня нет ни физических сил, ни моральных, ни каких-либо денег. А вложения скорее всего понадобятся для решения этой проблемы. Так что я, наверное, буду откладывать это до последнего. Примерно так же, как я откладываю обычно проблему с больными зубами. Потому что, ну знаете, никто не любит стоматологов. И они берут очень много денег за лечение банального корреса. Такие вот дела. Но это все такие мелочи, знаете. Так что можете меня поздравить. У меня теперь есть новая видеокарта. Да, технически она, конечно, не новая. Потому что выход этого графического процессора был еще в 2016 году. А сейчас 22. Но если сравнивать с тем, что у меня было до этого, я напоминаю, это GT 740 на 2 гигабайта, это действительно новая видеокарта. И хотя это, можно сказать, лишь капля в море, ведь все остальное все еще старые процессоры, материнка и маленький корпус. Но с другой стороны, это можно рассматривать как новое начало чего-то хорошего. Плюс у некоторых людей вообще нет компьютера. Они все равно умудряются как-то и в геншин играть, и жизни радоваться. Поэтому можно сказать, что в моей жизни сейчас все же больше плюсов, нежели минусов. Так что живем, живем, да. Если у меня со здоровьем не будет опять трамвлов, не будет пропадать голос или еще какая-нибудь фигня не случится, как это у меня бывает в последнее время, то я буду стараться стабильно записать видео по геншину. Да, пока что, к сожалению, только по геншину, потому что с Night in the Woods мы с вами уже разобрались, причем дважды. А на что-то новое, параллельно геншину, у меня пока что нет никаких моральных сил. Ну то есть геншин, несмотря на то, что дается не особо легко в плане добывание ресурсов, например, или каких-нибудь заданий особо сложных, он все равно не напрягает мой мозг так сильно, как какая-нибудь новая игра, в которую надо прямо вникнуть, понять, что к чему и всякое такое. А в такую же руу у меня все равно мозг очень плохо работает, поэтому, к сожалению, это не вариант. Хотя у меня, конечно же, есть и список игр, которые я еще хочу пройти, и желание что-нибудь поделать, но поскольку мои планы вечно рушатся, я ничего загадывать не буду, поэтому пока что только геншин. Тем более тут сама сюжетка не особо длинная вроде как, и хотя некоторые видео у меня пока что идут не особо по основному сюжету, но все равно я не думаю, что это затянется где-то на сотню роликов, поэтому все будет в порядке. Ну вот и все, что я, наверное, хотела сегодня сказать. На этом пока что все. Большое спасибо за просмотр, удачи вам в жизни и до свидания.